В этом видео я покажу как пользоваться Stable Diffusion на любом ПК, даже на самом слабом. Нам понадобится ссылка на Google Collab, ее я оставлю в описании под этим видео. Ну и немного места на Google Диске. Кликаем по ссылочке и переходим на Google Collab, где нам нужно авторизироваться. Авторизируемся через Google Аккаунт и следующим шагом нам нужно подключить Google Диск. Нажимаем на Play и выдаем ему все разрешения, которые он запрашивает. Далее у нас идет подключение Google Диска и создание папки Stable Diffusion. Когда появляется зеленая кнопочка закончена, переходим к следующему шагу. Также нажимаем на Play и Install Update Automatic, это устанавливается сам Stable Diffusion. То же самое повторяем и со следующим шагом. Модель и лору мы пропускаем, так как лучше их устанавливать вручную. В конце видео покажу куда. Ctrl-Net мы устанавливаем сразу, это одно из самых важных дополнений в Stable Diffusion. И последний шаг, нажимаем Start Stable Diffusion. Первый запуск будет подольше, а последующий уже намного быстрее. Для следующих запусков вам нужно будет перейти опять же по этой ссылке, но заново устанавливать ничего не нужно. То есть просто спуститесь вниз и нажмете Start Stable Diffusion. При использовании Stable Diffusion возможны разрывы в соединении. Просто перейдите опять же по этой ссылочке и заново нажмите на Start. Когда все будет установлено и готово к работе, у вас внизу появится ссылочка. Кликаем по ней и переходим уже в сам интерфейс Stable Diffusion. После того, как интерфейс загрузится, останется только добавить модели, так как модели не предустановлены. Также при желании можно выполнить русскую локализацию, чтобы Stable Diffusion была на русском языке. Это и многое другое я показываю на своем закрытом обучении по Stable Diffusion. Любой желающий может присоединиться всего за 1000 рублей. На данном этапе цена такая, но далее она будет расти по мере выхода новых уроков. Уже сейчас доступны следующие уроки. Первый это установка уже готовой сборки. Если ваш ПК позволяет, то я рекомендую, конечно, пользоваться именно ей, а не онлайн версией. Урок второй это русская локализация. То есть у вас интерфейс будет не на английском языке, как сейчас, а на русском. Я еще не встречал в интернете обучение на русском языке. В основном обучают именно на английском. Но по моему мнению, лучше всего восприниматься, когда именно хотя бы часть переведена на русский. Урок три это основа генерации изображений. Я показываю подробно, как генерировать нужные вам картинки. Урок четыре это генерация картинок и артов с нужным вам лицом. Урок пять это обработка фото в Stable Diffusion, где за пару кликов вы сможете, допустим, заменить фон или одежду. Урок номер шесть это создание артов с логотипом. Или любым другим черно-белым рисунком вы сможете переносить его в ваши арты. Для того, чтобы принять участие, отсканируйте этот QR-код и напишите мне в ВК. Либо перейдите по ссылкам в описании. Теперь я покажу, куда устанавливать модели и лоры. В принципе, вы их можете найти просто загуглив. Сначала нужно скачать на свой компьютер, а потом уже перемещать в папку, которую я покажу на Google Диске. А если ты не хочешь самостоятельно искать, записывайся на мое обучение по Stable Diffusion. Я предоставлю все необходимые ссылочки и расскажу все более подробно. Просто напиши мне в ВКонтакте. На вашем Google Диске должна была появиться вот такая папочка с маленькими буквами SD. Нужно перейти в нее. В этой папке есть еще три папки. Вам нужно перейти в Stable Diffusion в ED. И тут находятся все самые важные папки, которые понадобятся для работы. Заходим в папку Models. Тут уже все максимально просто. В папку Stable Diffusion загружаем основные модели для Stable Diffusion. В папку Lory загружаем Lory. В папку Control Net загружаем модели для Control Net соответственно. Сюда загружаем модели, которые вы найдете в интернете для Stable Diffusion. Сразу же предупреждаю, модели для Stable Diffusion очень увесистые. Не скачивать их сразу много. Так как места на Google Диске предоставляется бесплатно мало. Спасибо за внимание. Жду всех желающих на своем обучении по Stable Diffusion.